Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и мы обсуждаем такую тему, как что делать со старыми специями, которые жалко выбросить и которые можно использовать на огороде в будущий вегетационный период. Когда мы говорим об использовании специй на огороде, то мы подразумеваем их использование в качестве составных компонентов различных настоев, которые используются для борьбы со всевозможными вредителями. Конечно, использование биологических средств защиты наших растений будет снижать химическую нагрузку как на землю, так и на растения и, соответственно, наш организм. Но надо понимать, что любое биологическое средство, которое мы применяем на огороде, оно действует, к сожалению, на 30-40%, особенно когда мы его готовим своими руками. Поэтому, когда наши растения не сильно поражены различными вредителями, то любые специи, любые настои и отвары имеют место быть в качестве профилактических и лечебных препаратов. Помимо этого, для лучшего закрепления этих настоев на листьях растений необходимо использовать всевозможные прилипатели. Если мы говорим про биологические, то это всем известный липосан или раствор хозяйственного мыла. Помимо этого, любые настои и отвары действуют до первого обильного дождя. И поэтому необходимо проводить профилактические обработки из расчета один раз в 3-4 дня или повторять их сразу после просыхания листвы после обильного дождя. Первая специя, которая находит применение у нас на огороде и, как правило, она действует очень активно на различных сосущих и насекомых, на тлю, трипсы, клещей. Это черный перец. Черный перец, горький перец, молотый порошок. Мы готовим из него раствор из расчета 100 граммов на 1 литр кипяченой горячей воды. Настаиваем на протяжении нескольких часов, процеживаем и можем работать как в половинном разведении, так и в разведении из расчета 1 к 4 в зависимости от степени повреждения наших растений. Подобное действие оказывает красный перец, который будет активно бороться с медяницами, мошками, трипсами, клещами. Также можно готовить раствор из расчета 100 граммов на 1 литр воды с последующим настаиванием. Или можно прямо брать порошок из красного перца и посыпать им листья. От муравьев и других ползающих вредителей поможет куркума, которую можно просыпать у основания листьев, у приствольных кругов. По каким-то причинам мелкие насекомые, которые активно перемещаются, они не переносят куркуму. Хорошим помощником на огороде будет являться горчичный порошок, который будет активно бороться с различными насекомыми, которые высасывают сок из растений, грызут листья, помимо этого различные плодожорки для мошки. Готовим раствор горчицы из расчета 100 граммов на 1 литр горячей воды, настаиваем, процеживаем и ведем обработки. Помимо этого горчицы можно просыпать листья крестоцветных растений, которые будут способствовать борьбе с различными крестоцветными бложками. Для того, чтобы вести активную борьбу со слизнями, можно просыпать старый молотый кофе, можно его предварительно совместить с молотой старой овсянкой. Это соединение будет прилипать на тела слизней, они будут линять и постепенно количество этих вредителей будет снижаться на вашем участке. Также не забываем использовать в качестве средств борьбы с вредителями луковая культура. Например, лук. Из расчета 100 граммов лука настаиваем в 1 литре воды, затем это все разводим в 10 литрах воды и данным раствором работаем против тли, клеща, уховерток, гусени с различных бабочек, особенно которые поселяются на капустах. Также можно собирать и использовать луковую шелуху из расчета пол килограмма на 10 литров воды, настаивать в течение 2-3 дней и все также использовать против борьбы с основными огородными вредителями. В борьбе с крыжовниковым пилильщиком, с тлей, с трипсами, с клещами поможет чеснок. Из расчета 200 граммов измельченного или сухого сырья настаиваем в течение 24 часов в 1 литре воды, затем процеживаем, доводим до объема 10 литров и проливаем наше пораженное растение. Тля и клещи не любят хрен, поэтому можно остатки хрена, которые скопились за зиму, использовать в качестве последующих настоек для борьбы с этими вредителями. Также не забываем использовать различные пряные травы, например, мята, мелиса, базилик, шалфей, розмарин и другие, которые хорошо и активно борются с различными надоедливыми насекомыми, например, комарами, мухами. Помимо всего прочего, пряноароматические травы, если мы будем их использовать в составе мульчирующих смесей, они будут благотворно влиять на почву, оздоравливая ее, снижая количество болезнетворных бактерий. Надеюсь, с помощью этого видео вы нашли ответ на вопрос, что делать со старыми специями. Собирайте их, храните до следующего вегетационного периода. Хороших вам урожаев, процветаний и до новых встреч на канале Процветок. Оставайтесь с нами, не забывайте про подписку и лайки.